Большинство решений не требуют особых раздумий. Можно почитать отзывы, довериться рекомендательной системе ютуба или просто выбрать самый очевидный вариант. Или же тот, что делать проще и быстрее. У меня же вопрос плевый, честно. Табличку ее приделать к двери. Ее лучше что, приклеить или прибить? А есть решения посложнее. Часто они касаются профессиональных вопросов, когда у проблемы много аспектов. И еще больше неопределенности. Примеров полно. От выбора новой фичи, внедрения метрик в команду разработки до определения стратегии компаний и методов регулирования криптовалюты в стране. Продакт-менеджеры, аналитики, тимлиды, бизнес-консультанты и управленцы легко вспомнят с десяток таких проблем, которые гложет их прямо сейчас. Для остальных хорошие примеры – это как организовать свадьбу или же какое жилье купить. Если подходить к подобным проблемам житейски, то получается два варианта. Или ступор и непонимание, как со всем этим справиться. О, окей. Или туннельное видение, когда делаешь то, что первым пришло в голову. И оба варианта – так себе решение, если на кону несколько десятков миллионов или даже миллиардов рублей, или месяцы работы десятков или сотен человек. Но к проблеме можно подойти иначе. Разложить все по полочкам. Структурное мышление – это как раз про раскладывание чего-то сложного по полочкам. О нем мы и поговорим сейчас. Расскажу подробнее, как структурное мышление работает, покажу пример и предложу, как структурному мышлению можно научиться. Структурное мышление – это способность разложить сложную проблему на много мелких составных частей, разобраться с каждой из них, объединить результаты и собрать решение исходной сложной проблемы. Так сказать, разделить и властвовать. Примерно вот так. О, упс, сорян, слайд перепутал. Примерно вот так. В семье два ребенка, один из которых – мальчик. Вероятность рождения девочки, вне зависимости от наличия и пола предыдущего ребенка – 50%. Какова вероятность, что другой ребенок в семье – девочка? За вхоз? Герой Гарика Харламова, не задумываясь, ответил бы – 50%. 50%. За вхозу простительно. Ладно, и так сойдет. Продактам и аналитикам – нет. Кому-то тут на помощь придет комбинаторика. Мы же применим структурное мышление. Давайте подумаем, какого пола дети в семье могут быть. Первый ребенок. С вероятностью 50% пол первого ребенка – мальчик. И с вероятностью те же 50% – девочка. Давайте запишем этот инсайд в виде дерева. Продолжаем рассуждение. Какой может быть пол у второго ребенка? Ну, очевидно, так же. Мальчик – девочка. С вероятностью 50% – мальчик, с вероятностью 50% – девочка. Причем пол второго ребенка не зависит от пола первого ребенка. И в итоге у нас получается 4 варианта. Второй ребенок может быть мальчик, при условии, что первый был мальчик. Второй ребенок может быть девочка, при условии, что первый ребенок был мальчик. Второй ребенок может быть мальчик, при условии, что первый ребенок был девочка. И второй ребенок может быть девочка, при условии, что первый ребенок был девочка. Каждый из этих вариантов получается с вероятностью 25%. 50% умножить на 50%. Однако по условию задачи мы знаем, что в случае девочка-девочка быть не может, потому что один из детей мальчик. У нас остаются три варианта, причем в двух из них другой ребенок-девочка. Какова вероятность того, что другой ребенок-девочка, если один ребенок-мальчик? Смотрим. Две третьих. Две третьих или 67%. Таким образом, мы разложили непонятную задачу на мелкие составные части, и перед нами открылась истина, недоступная глазам обывателя. В этом и есть сила структурного мышления. Другой пример. Предположим, что есть набор метрик, по которым мы хотим оценивать эффективность работы команды. Как их внедрить? Здесь открывается целый ад деталей, которые нужно учесть. Компонентов, участвующих в метриках, много. В каком виде выводить метрики, неясно. Рассчитать автоматически – проблема. А еще нужно, чтобы члены команды заполняли какие-то дополнительные отчеты, что никто не хочет делать. Есть проблемы с уровнем доступа у разных систем к данным для расчета. Сроки, как всегда, еще вчера, плюс еще есть куча согласований с другими командами и отделами. На помощь приходит структурное мышление. Абра-кадабра-хокус-покус! Под абра-кадаброй здесь понимается несколько более длинный алгоритм действий, чем в прошлом примере. Поэтому мы пока что его опустим. И получаем дерево! Разбиение исходного вопроса на несколько уровней подвопросов. Последовательные ответы на которые помогут решить исходный вопрос. Подобное дерево – не готовый шаблон, а инструмент, который подстраивается под все особенности ситуации проблемы, критерии успеха, участников и так далее. Заучивать не нужно, но можно перестраивать по мере необходимости. Так что слайд на экране – это не идеальное решение, но надежный способ его найти. Ну и наконец, еще один пример. Оценить какой-то количественный показатель, такой как влияние фичи на бизнес-результат или размер рынка. Как оценить, каков размер рынка мобильных операторов в России? Несложно, если сделать три шага. Представить выручку как сумму произведений цен услуг и количества предоставленных услуг. Сегментировать клиентов и сегментировать услуги. Статистические данные еще потребуется собрать, а в паре случаев еще глубже структурировать. Но дальнейший подход уже понятен. Можно пожестить и построить модель рынка поставщиков офисных принтеров, применяемый уже на практике в серьезных отчетах. Но я жестить не буду, и лучше покажу вам филина. Тут уже, кстати, принцип структурирования проблемы отражен верно, в отличие от первого мема. Окей, структурное мышление поможет систематизировать проблемы, раскладывать их на мелкие съедобные подвопросы и приходить к более качественным решениям в бизнесе. Как это мышление развивать? Во-первых, просто начать раскладывать проблемы на части. Это уже большой прогресс. Тренируйтесь на обыденных вопросах. Например, в какой ресторан пойти на ужин? Сколько зарабатывает местный пункт выдачи Wildberries? Через сколько лет вы сможете выйти на пенсию? Стоит ли покупать новый автомобиль? И так далее. По мере тренировки мыслить системно станет легче. Во-вторых, сформулируйте четко проблему, определите конечные цели, критерии успеха. Чем более качественным вы поймете контекст, тем лучше сможете подогнать дерево решений под ваш уникальный запрос. Третье. Грамотно подстройте структуру. Подберите подходящий тип структуры. Формулу, последовательность, таблицу или дерево. И при ее наполнении следите, чтобы она была полной, без повторений, сфокусированной на главном вопросе, релевантной и достаточно детальной, чтобы принести пользу. Подробно про все эти этапы структурирования, от определения проблемы до коммуникации результата стейкхолдерам, мы рассказываем на наших курсах по структурированию, как в корпоративной, так и в обычной версиях. Корпоративная исходит от потребностей технологических команд, а обычная версия нацелена на кандидатов в консалтинговую компанию. Ссылки на курсы в описании. Посмотрите и решите, что вам больше подходит. Ну и в-четвертых, делайте итерации, обсуждайте ваши структуры с командой и экспертами. Дерево решений, как настоящее дерево, растет и крепнет со временем, так что вложите время в его доработку, и результат не заставит себя ждать. Здесь я остановлюсь. Спасибо, что посмотрели видео. Если у вас есть коллеги, кому структурное мышление актуально или интересно, отправьте им в чат ссылку на это видео. Навел порядок в голове у себя, помоги другу. До скорого. До скорого.